Снова всем привет, добрый день, доброе утро, добрый вечер или же доброй ночи, я не знаю, в какой вы сейчас обстановке смотрите это видео, в какое время суток, но сегодня у нас нас ждет интересная тема, а далее в выпуске те темы, о которых мы сегодня будем говорить, это Заполняете все данные, отправляете туда, то есть жмете, все готово, и в течение один молодой парень ответил мне, что у него есть какой-то знакомый, и позвал его вот так вот рукой, тот подошел откуда-то из угла, и я смогу посетить эту красивую страну Румыния Сегодня, наверное, хотел бы поговорить о том, как подать на румынскую визу, ну или же вообще, если кому это интересно, может быть, даже кому-то это было бы полезно, так что я бы, наверное, хотел поделиться своим опытом, все-таки, как я это сделал, и как, в принципе, любой может это тоже сделать, это, в принципе, не сложно, но на самом деле, кратко расскажу, да, сейчас, где и что и как То есть для меня нужна виза в Румынию, и чтобы мне ее получить, мне пришлось, это не такая уж и сложная процедура, просто я зашел на сайт, официальный сайт, ссылочку, наверное, на это все я оставлю в описании, как вам можно это все сделать, и как это оформить, как подать заявку, точнее, да, то есть, чтобы для того, чтобы подать заявку, нужно знать румынский или же английский Проходите на этот сайт, регистрируйтесь, то есть, полностью вписывайте свои данные, цель визита, какая у вас Цель приезда в США Чего? Я же подавал на визу в качестве краткосрочного пребывания, то есть, это обычная туристическая виза, на которую я хотел подать В итоге я все заполнил, и уже потом отправляется это все в местное консульство, там, где вы находитесь или где вы сможете осуществить свой приезд, куда вы сможете осуществить свой приезд и пообщаться с консулом лично, то есть, в то консульство конкретно После чего заполняете все данные, отправляете туда, то есть, жмете, все готово, и в течение двух недель, грубо говоря, но мне, если честно, может быть, в течение четырех-пяти дней Мне уже пришел ответ, ответ, сразу скажу, отрицательный, так как сейчас на дворе пандемия и границы Румынии закрыты, то краткосрочное путешествие в страну, оно как бы запрещено Но здесь не суть дела, это не самое важное Ну, хотел бы также отметить, что, находясь в Молдове, в Кишиневе, здесь, в принципе, граница с Румынией Я ездил в само консульство, хотел в прямой форме, в оффлайн форме приехать прямо туда и прямо там записаться на месте, но такое, в принципе, невозможно, такое не практикуется Когда я подъехал к самому консульству, то меня встретили группа определенных лиц, которые просто стояли у входа То ли это студенты, то ли это какие-то агенты, каких-то нотариальных, туристических, юридических компаний Которые просто стоят у входа у консульства и тем самым, может быть, хотят как-то заработать на том, что людям где-то необходимо, может быть, переехать границу Или же подать на какие-то документы, может быть, родственники, или же кто-то обращается за паспортом или еще что-то Эти люди занимаются различными вопросами, но они никак не относятся к консульству Это, в принципе, очевидный факт, так как я сам с ними контактировал Обращаясь к ним, я задал им вопрос, могут ли они мне, скажем, помочь с моим вопросом На что, в принципе, один молодой парень ответил мне, что у него есть какой-то знакомый И позвал его вот так вот рукой, тот подошел откуда-то из угла и объяснил мне, что нужно для этого То есть он прям достал бумажку, записал это все на бумажке, какие документы требуются для этого всего И дал мне, то есть они что-то вроде какой-то посреднической компании, которые помогают в этом во всем Но меня это не устроило, я просто открыл интернет и посмотрел, что нужно делать для всего этого И нашел кучу массу полезных роликов даже на YouTube И тоже хотел бы поделиться с этим опытом своим в этом деле То есть здесь, наверное, проще всего, точнее даже не проще всего А здесь, наверное, нужно просто открывать интернет, заходить на официальный сайт, государственный сайт И подавать визу онлайн И после чего, если в случае одобрения, то тогда они приглашают в консульство И там, опять же, та же самая процедура, в принципе То есть те документы, которые были предоставлены в интернете онлайн Там, в принципе, весь есть перечень документов И если вам действительно необходимо попасть в страну То весь этот перечень можно будет так или иначе заполнить, вставить, добавить Во вложение, я имею в виду Проблем никаких не составляет В моем же случае это, по идее, должно было быть практически бесплатно Ну или же какой-то минимальный сбор в районе 30-40 евро Как я уже сказал, на сегодняшний день в данной ситуации это практически невозможно Потому что границы закрыты Здесь, кстати, в Молдове есть такая территория, как Приднестровская Молдавская Республика Это название, да, так оно называется ПМР, вкратце Это часть практически автономная Или как это, автономная республика Или страна Может быть в стране даже Не признанное государство даже какими-то странами, кстати Они тоже закрыли границы, да, хоть это маленькая автономная часть Молдовы Но все равно туда попасть нереально Исходя из этого, у меня тоже складывается вывод, мнение Что сейчас, ну, в Европе, конечно, в этом плане очень такая тяжелая обстановка Может быть это в целях, конечно, безопасности Это хорошо, но в плане свободного перемещения Это, наверное, немножечко осложняет передвижение В принципе, да, это мой опыт И мне, скажем, на данный момент сейчас отказано Но будем, наверное, ждать лучших времен с пандемией Когда это все закончится, то, возможно, я смогу посетить эту красивую страну Румыния Вот, и смогу туда попасть Но на сегодняшний день я, в принципе, сомневаюсь, что, ну, не знаю Лично мне туда пока путь закрыт Ну, не то, чтобы, наверное, закрыт, как и, в принципе, наверное, для большинства людей Есть, конечно, какие-то, может быть, ну, кто, может быть Даже не знаю, возможно ли самим гражданам соседних стран поищать Румынию Или нет в данном случае Ну, для граждан это отдельная тема, конечно Для граждан, в принципе, этой страны То свободное перемещение, я думаю, никто не отменял По своей же стране Так что будем, наверное, ждать лучших времен С этой пандемией Надеяться на лучшее Спасибо за просмотр Спасибо, что посмотрели Надеюсь, кому-то я был полезен Кто-то просто послушал тоже О чем хотелось рассказать О чем хотелось поделиться с вами И если, может быть, у вас есть какие-то мнения на этот счет То, пожалуйста, оставляем комментарии Пишите, задавайте вопросы, спрашивайте Можем пообщаться, кому интересно на эту тему Всем спасибо С вами был Экбар Слайф До встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok